Ребята, я вас снова рад приветствовать на своем видеоролике, где мы обсуждаем проект CBNT. В общем, расшовывается он как Creating Breaking News Together, то есть создавайте важные события, можно сказать, вместе. И как раз таки в данном видео мы обсудим этот проект более подробно на основе его white paper. Скажу сразу же, что мы не будем разбирать слишком уж детально данную площадку, иначе видео просто затянется на несколько часов, поэтому основные только моменты будем с вами обсуждать. Ну что ж, тогда давайте приступать. Начну с того, что у них довольно интересная идея. Идея такая, что вы можете создавать контент, то есть служить так называемым контент-криэйтором. То есть это может быть любой контент, допустим, описание статьи, создание видео и так далее. И, соответственно, второй вариант, как вы можете участвовать в данной площадке, это Content Viewer, то есть, проще говоря, зритель, наблюдатель данного контента. И чем же хороша данная площадка? Что они создают целую экосистему, здесь как раз таки видно ее схему взаимодействия, где, конечно же, кроме всего прочего, есть еще и их токен личный CBNT. И, соответственно, с помощью как раз таки данной экосистемы можно зарабатывать деньги. То есть как могут зарабатывать деньги те, кто публикует контент? Ну все довольно просто, что вы публикуете контент, и чем он более качественный, чем лучше его, допустим, оценит аудитория, тем, естественно, больше токенов вы заработаете. Но также можете зарабатывать как Content Viewer, то есть как человек, который просматривает контент. Зарабатывать можно так, что вы просто проверяете тоже активность, вы оцениваете чужие проекты, и, соответственно, вы можете получать деньги. Ну и вот здесь указаны, какие валюты могут быть в качестве вознаграждения. Это, конечно же, их токен CBNT, но также это еще и Bitcoin, Ethereum и USDT. То есть это Tether, это, по сути, криптовалютный доллар США, можно сказать. Ну что ж, мы с вами идем дальше. Здесь часть, в общем-то, информации мы с вами, пожалуй, пропустим. То есть тут, опять-таки, указано, что вы можете хранить просто токены, что тоже довольно важно. И, в общем-то, это тоже поможет развитию проекта. Есть у них также и майнинг, так называемый. Ну что ж, пропускаем здесь. Далее тут, опять-таки, информация техническая, допустим, про аккаунты, систему регистрации. То есть вы просто, понятно, что регистрируетесь как человек, который создает контент. Вот, и, соответственно, потом начинаете его публиковать и на этом, собственно говоря, зарабатывать. Далее мы видим системную структуру данного проекта. То есть тут есть приложение, есть Business Layer, есть Blockchain Layer и данные. Ну и видно здесь конкретно, что входит в каждую из этих составляющих. Допустим, есть умильное приложение, есть Token Manager, есть Website, есть, естественно, кошелек, есть их токен, есть смарт-контракт, блокчейн, в общем-то, портал, ну и так далее, в общем-то. Ну что ж, движемся дальше. Здесь опять-таки схема очередная данного проекта, схема комьюнити. Как, в общем-то, выглядит, что из себя представляет, тоже можете с этим ознакомиться. Далее отдельно финансы и аудит, то есть как вообще распределяются токены. Это уже важная тема. Так вот, на майнинг пул уходит 60%, 5% на приватных инвесторов, далее 5% на операционные расходы, 10% на команду, 20% на Foundation и также общая числа токенов, это 10 миллиардов. Ну и далее расписано, как конкретно будет работать майнинг пул, тоже по процентам, то есть первый год 40%, второй 30%, третий 20%, пятый 20%, четвертый тоже 20%. Да, четвертый я случайно пропустил, теперь вот озвучиваю. Ну и также опять-таки здесь рассказано про фаундинг-тим. Теперь планы развития данного проекта. Что можно сказать, что проект образовался примерно полгода назад, в марте 2018 года. Вот, то есть они вообще-то продумали свою идею, написали сайт и, соответственно, начали уже разрабатывать полную концепцию данного проекта. Потом в июле 2018 года был уже готов прототип данного продукта и бизнес-модель, также была генерация токена CBNT. Далее в августе листинг CBNT на официальном веб-сайте, потом в сентябре 2018 года листинг CBNT в бета-версии, потом в октябре еще один очень важный ток, это будет листинг CBNT версии 1.0 и также доступно будет для мобильных приложений, мобильных платформ, таких как iOS и Android. Ну и в сентябре 2019 года, то есть через год ровно будет уже активное продвижение по всему миру, будет внедрение данного проекта в разные экосистемы и, соответственно, конечно же, приход новых участников, в том числе и токен-холдеров. Ну далее, что здесь есть, это информация про команду данного проекта. Ну давайте уже сильно подробно разбирать ее не буду, тут есть и, в общем-то, текстовое описание, и также ссылки на их профиль LinkedIn, но они будут активны на главной странице сайта. То есть вы можете просто, в общем-то, сами это все изучить, ну и при желании написать каждому из этих людей и уточнить, в общем-то, детали про проект CBNT, если они вас заинтересовали. Ну что ж, мы с вами движемся дальше. Далее здесь есть контактные данные, то есть ссылка на веб-сайт, на Facebook, Twitter, Steemit, Medium, здесь тоже очень много информации про данный проект. Ну и также их группа в Телеграме, то есть тоже можете перейти, причем ссылки здесь все активные, и вступить в их группу. Ну что ж, далее здесь уже, в общем-то, не такие уже и важные данные. Допустим, по риске там есть, в общем-то, краткое упоминание. Ну, риски в целом могу сказать, что при инвестировании в ICO должны понимать, что вы рискуете, потому что, в общем-то, понятно, что ICO это самая, в принципе, рискованная инвестиция в сфере криптовалют, которые сами по себе тоже довольно рискованные, поэтому здесь отдельно обсуждать риски я не буду, это вы должны сами понимать, это относится не только к данному проекту CBNT, а, в принципе, к любой площадке, которая находится на рынке первичного предложения монет. Ну что ж, и в принципе, на самом деле, на этом мы уже с вами заканчиваем данный обзор, как и заканчивается, собственно говоря, White Paper, который я разбирал в данном ролике. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик, если вас проект заинтересовал, тогда переходите, ссылку я оставлю в описании к данному видео. Ну что ж, тогда всех благодарю за просмотр данного видео, тогда всем пока и до встречи уже в новых обзорах на другие криптовалютные проекты.